Калининградская компания Автотор сообщила, что, несмотря на приостановку производства, продолжает исполнять свои обязательства, которые прописаны в специнвест-контракте, СПИК, заключенном с Минпромторгом РФ в 2019 году. Напомним, СПИК предоставляет налоговые льготы и гарантии не ухудшения условий бизнеса в обмен на инвестиции. С 2019 в углубление локализации и модернизацию производства Автотор уже вложил 10 миллиардов рублей. В частности, новым оборудованием, оснасткой и инструментами обеспечены линии сборочного производства. Модернизированы действующие сварочные и окрасочные цеха. Подготовлена площадка под строительство нового цеха окраски производительностью до 100 тысяч кузовов в год. Созданы учебный, научно-технический и конструкторско-внедренческие центры. Организованы мощности для производства автокомпонентов. Возведены 4 логистических комплекса общей площадью 6000 кВ, М. На 2023 год Автотор запланировал запуск 7 новых заводов, на которых планируется выпуск электромобилей и автокомпонентов, включая производство роботизированной техники, электродвигателей, дяговых, батарей, инверторов, подрамников, жгутов-проводов, систем вентиляции, отопления и кондиционирования, пластмассовых изделий, компонентов из пластика, изготовления бамперов, сидений, систем выпуска, отработанных газов, систем помощи водителю и другие. На производственной площадке в микрорайоне ИМА Космодемьянского будут также организованы цветное литье и механообработка. Напомним, из-за санкций, введенных в связи с событиями на Украине, с марта на Автоторе не производят автомобили BMW. С конца апреля, Hyundai и Kia, когда возобновится выпуск машин, неизвестно.